Привет, мои хорошие! Наконец-то настало время снова увидеться с вами и рассказать, что у меня происходит сейчас с моим проектом Лес Виллдж, как обстоят дела и какие планы на будущее. Начнем немножко с предыстории. Для тех, кто не смотрел предыдущие ролики, я купил два года назад участок, где-то 23 или 24 сотки, не помню уже точно сколько, с расчетом на будущую стройку, что здесь будет не только один дом стоять, а минимум два, возможно три, возможно четыре дома. То есть мы не планируем прям скомпоновывать, когда мало места остается, издавать дома. Нет, мы за простор, мы за свободу, поэтому наш первый дом, он получился таким большим. Значит, у него, напомню, на метр подняты стены, за счет этого он внутри шире, шире помещается мебель, все удобнее, также гораздо выше потолки, в общем он очень просторный, также имеет второй свет. Короче, это просто дом, мечта, дом сказка получился. Но для долгого проживания он, конечно, не годится. Возможно, какой-нибудь отдельный ролик я расскажу потом. Значит, в первый год у нас что получилось? Купили участок, купили дом построили, значит, полностью все сделали, провели коммуникации, все классно. На второй год мы построили баню. С бани получился такой, ну, отчасти небольшой косяк, потому что договорились с рабочими уже, просто здесь вот соседу строили, значит, дом, я подскажу, говорю, пацаны, нужна баня. Они такие, да, давай сделаем, все, договорились о деньгах, но качество работ, к сожалению, было невозможно проверить, потому что вроде они показывают дом, все отлично, а я в стройке. Ну, как бы здесь уже понял, как это работает, как это делается, но досконально, всех основ не знаю. Поэтому с бани получился дикий косяк, вот ее даже осталось докрасить, потому что очень медленно она строилась, медленно делалась. Была проблема со сваями в этом году, потому что эти уникумы решили залить сваи бетоном, то есть дополнительно сделать еще четыре сваи, вот, и залить их бетоном, я с этим не сталкивался, поэтому я тоже не знал, что делать, ну, как нормально, чтобы не лохануться. Вот, весной их выперло, баню начало сгибать, они как раз посередине находятся, но в целом мы их все подпилили, банька сейчас опускается, все нормально, будем потом усиливать еще эту конструкцию. В общем, баня это как такой конструктор лего, что ли, получился, в котором я очень много участвовал в процессе стройки, изготовления, в контроле, потому что реально это Бибер и Долик, это попались какие-то вообще прям лютые, Биба и Боба, умноженные на бесконечность, вот, вот это эти строители были. Вот, ну, в целом, у меня там все равно был еще парнишка, который мне помогал, он следил, подсказывал моменту, где надо там откосы сделать, как все правильно наладить, сделать. Короче, баня получилась нормальная, крепкая, но есть небольшие косяки, которые мы со временем будем исправлять. Самое главное, что она работает, она топит и, ну, по чуть-чуть ее наполняем. То есть, вот сейчас туда добавили кровать с матрасом из сена, чтобы после баньки можно было выйти и хорошо отдохнуть. Да, не спорю, заказать какую-нибудь баню-бочку было бы гораздо проще, меньше занимает место и в разы дешевле, но хотелось сделать что-то качественное, что-то, да-да, немножко странно звучит качественно и мой предыдущий рассказ, но я имею в виду качественно для гостей. То есть, они не должны знать эти косяки, это моя проблема, а для них это будет комфортно, это будет классно. Мы сделали здесь, положили плитку, сделали подогрев всей территории, чтобы зимой, летом, если вдруг холодно, ноги всегда можно было согреть. В общем, баня получилась огонь, про нее, может быть, отдельный выпуск, если интересно, сделаем. Что же по планам у нас сейчас? У нас вот есть такой замечательный участок, такая вот огромная еще территория осталась, здесь, где мы планируем строить дом. Вчера у нас приезжал здесь человек, значит, на пробное бурение, чтобы посмотреть глубину свай, которую надо забивать. И, да, в общем-то, все. Что, здесь нужно пробное бурение только было, плюс проект у нас готов. Ссылочки на ребят, кто это будет делать, я все оставлю. Они вот строили мне первый дом, поэтому, естественно, я им доверяю, они делают качественно, то есть меня там прям вот так вот задалбливают, но только все из качественного, хорошего материала, по-другому они не работают. По формату дома, значит, как он будет выглядеть? Это пока примерное расположение дома, то есть он будет 6 метров, 6,2, 6,2 где-то в ширину и 6,4 в длину, возможно, 6,5, точно не помню. Но это наружные размеры, внутренние будут... Так, еще оговорочка небольшая. Дом вообще 3 метра в ширину, да, и 3 метра терраса, то есть там плюс выступы 3,2 получается. Сам дом, он 3 метра будет в ширину внутри и 6 метров в длину. Соответственно, здесь терраса, на которой будет купель стоять. Значит, домик будет уже как раз-таки небольшой, хотя, ну, вот делают бытовки там вот с потолками низкими, ставят такое вот... Очень хотелось мне реально какой-то вариант подешевле, вот вариант крутой, подешевле. Это может быть, да, если ты заказываешь какие-то стандартные или что-то, но вот опять мы не смогли. Опять мы взяли чуть пошире, чем стандарт, чуть повыше, чем стандарт, и из-за этого не получается его доставить на участок, мы будем собирать его здесь. И именно об этом будут следующие ролики. Постараюсь уже максимально широко осветить, потому что с первым домом, ну, честно, что-то я забил, много проблем было, надо было и с участком работать, и с домом, и еще основная работа есть. Короче, время поджимает очень сильно, и было тяжело еще и монтировать. Сейчас мы вернемся, скорее всего, к такому вот формату с одного дубля, с одного кадра, никаких склеек, нарезок, ничего, просто вот мысль идет, я говорю, это будет, для меня проще, контент будет выходить, и вы будете видеть все настоящее, то есть, что реально никаких вот склеек, все, поэтому один выпуск, все, это одна съемка. Возвращаемся, значит, к дому. Формат будет что-то типа мини-барна, с треугольной крышей, с высокими, значит, стенками. Внутри будет все необходимое. Опять же, большое панорамное окно с видом на лес. Кусты, потому что уберем, сделаем там тоже чил-зону. На террасе будет 3 метра отдыха, то есть, прям будет большая, хорошая терраса с купелью. Уже будет фураку, в нее интегрировано, потому что чан, он большой, он для большого дома. Здесь домик будет на 2 человека, да, кто-то 3 и 4 заселяет в подобный, но мы нет. Это прям идеально будет для двоих, идеальный романтический отдых, идеальный, вы поняли, что. Поэтому, если вдруг вам интересно, приезжайте. Ладно. Короче, дом будет выполнен в темном стиле, максимально утеплен по необходимости, то есть, там 150-е будет утепление сделано, крутые мульти, пульти, друппи, пупи, там окна будут стоять с напылением зеркальным, то есть, изнутри это все будет видно, а снаружи ничего будет не видно. Вон, пес уже, пес работает уже, короче, освобождает территорию, убирает ненужное, чтобы строители заехали и сразу могли строить. Вот, по времени стройки, значит, что планируется в идеале за месяц, максимум 1,2 месяца я, наверное, ставлю на то, чтобы все здесь запустить, потому что, потому что, потому что, электрика уже здесь отдельно сделана, вода уже сразу была выведена заранее, то есть, когда к этому дому ввели, сюда тоже подвели, то есть, остается только поставить. Вот, сборка, значит, а, ну, точнее, как, материалы заказаны, сейчас у нас две недели мы ожидаем, как раз, чтобы забить сваи, сделать пробное бурение под них, пока привезут сухую строганную доску для каркаса, собираем каркас, дальше залетают мои ребята, тут электрику, сантехнику, значит, делаем, все делаем красиво, потом это уже монтажная бригада зашивает все изнутри, и все, у нас получается почти красота, надо будет только разобраться с ванной комнатой, потому что, что-то такая куча новых технологий всплыла, то есть, может быть, туда не просто плитку класть, а кварц винил, по-моему, говорят, вот сейчас вылетел из головы, не вспомню, он просто клеится к ОСБ даже, и, короче, очень простой монтаж, по стоимости плюс-минус как плитка, ну, вот, короче, надо еще почитать, будет изучить эти моменты, мне помогут ребята согласовать, может быть, они даже тоже приедут, и мы будем с ними доделывать, вот, закупить сантехнику, электрику, и в идеале, в идеале, в идеале, было бы хорошо уложиться в 2 миллиона, это маловероятно, наверное, это будет 2,2, 2,3 миллиона без купели, без купели, то есть, только дом, терраса, и все внутри под ключ, поэтому мы работаем, видосики будем снимать почаще, потому что у меня появился еще человечек, который будет здесь жить, начинаем лето с такого пробного формата, когда здесь будет персонал, который будет помогать гостям, что-то подсказывать, топить чан, топить баню, и, конечно же, следить за шумом, потому что мы, это место для отдыха, для релакса, вот они, для шумных тусовок, поэтому посмотрим, как будет, ролики реально проще, чем я буду сам вот так вот с камерой ходить, гонять, ну и, опять же, один тубль позволит ускорить весь этот процесс, а так как я погружаюсь в процесс стройки, поэтому я смогу нормально все донести и рассказать. Все, подписываемся на канал, ставим лайки, а мы пошли дальше работать с участком, всем пока!